Сегодня мы с вами поговорим о причинах появления горечи в вине, а также разберем возможное пути решения этой проблемы. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами все это понятно и доступно. Прежде чем мы приступим с вами к основной теме нашего сегодняшнего разговора, следует прояснить один момент. Вот вкусовое восприятие горечи у нас у всех очень-очень разное. Даже ученые расшифровали определенные гены, которые ответственны за это самое восприятие. И есть люди, которые более чувствительны к горечи и менее. Так, например, брокколи для одних может восприниматься как горько, а для других абсолютно нормально. Почему мы начинаем именно с этого? Как раз таки потому, что для кого-то даже легкая, абсолютно нормальная горчинка вине может казаться нежелательной, негативной, просто потому, что у человека такое восприятие. То есть это тоже нужно понимать. Мы об этом еще будем говорить сегодня. Но когда вы почувствовали горчинку вине, да, дайте попробовать кому-то еще. Не говорите, что там горчинка. Просто дайте попробовать и спросите мнение. Потому что может так оказаться, что вы как раз просто сильно восприимчивы к этой самой горечи, а на самом деле с вашим вином все в порядке. Теперь поговорим о причинах появления горечи вине. На самом деле их всего лишь две. Это проблемы с сырьем и проблемы с технологией производства вина. Все остальное вытекает всего лишь из этих двух причин. Но сейчас остановимся поподробнее и разберем, скажем так, подкатегории в каждой. Первое сырье. Ну, во-первых, сорт. Некоторые сорта винограда имеют склонность давать легкую горчинку, и это будет считаться абсолютно нормальным. Какие же это сорта? Горчинку может дать пинограда, горчинку может дать Грюнер Вельклинер. Соговором, да, у меня здесь не очень хорошо. Может дать Рейслинг, может дать Сильванер. Есть упоминание, что Каберне Савиньон также может давать легкую горчинку. Но это лишь некоторые сорта, да, такие известные и известные характеристики. На самом деле их может быть гораздо больше, то есть горечь может иметь сортовую характеристику. Но это будет легкая горчинка, ну, такая, а-ля, может, как вот у Грифрута. То есть понятно, что, да, начинали мы с чего, что восприятие разное. Для кого-то она может быть негативной, но для большинства людей она будет восприниматься, в общем-то, нормально. Следующее качество самого сырья. Из ролика в ролик, там, где мы говорим о виноделии, я повторяю, что для вина нужно использовать самую лучшую, качественную, зрелую, целую ягоду. Не то, что отдал сосед, потому что ему не надо. Не то, что там погнила по елесу птица, что из этого делать, выкинув жалко, давайте сделаем вину. Нет. Вот там можно ожидать всего чего угодно, и горечи, и всего остального. То есть ягода должна быть качественная. Ягода должна быть зрелая, и более того, она должна созревать тоже в нормальных условиях, в комфортных для нее условиях. Приведу пример. Прошлый сезон, осень уже достаточно поздняя, в школке мы обнаруживаем гроздочку белых ягод. Вот, это уже конец октября, начало ноября, несмотря на такую хорошую теплую осень, но это же школка, да, уже в момент, скажем так, дозревания этой ягоды. Стало прохладно, шли дожди, и вот саму ягоду я пробую, она горчит. Она целая, она не поврежденная, но она горчит. Надо ли мне пояснять, что вине она тоже даст горечь? Ну, это понятно и логично, и более того, эта горечь наверняка вине усилится. Соответственно, если мы растим какие-то сорта, которые у нас плохо созревают в наших условиях, да, они поздно созревают, вот когда уже начинается дожди, когда начинается холодно, то вполне вероятно, что сама по себе ягода будет горчить и, соответственно, даст вам горчинку вине. Это логично. Дальше. Степень созревания ягоды. Даже если мы говорим о хороших погодных условиях, то ягода у нас должна быть хорошо вызревшая. Особенно, если мы используем красную технологию приготовления вина. Для тех, кто нас смотрит первый раз, красная технология приготовления вина, это брожение со шкурками. Так вот, если у нас ягода недозрела, то в ней будут недозревшие танины, вяжущие вещества, которые в дальнейшем могут дать горечь. Поэтому ягода должна быть белой. Для белой технологии, для сбраживания чистого сока, в принципе, в принципе, не обязательно, чтобы ягода вот совсем-совсем дозрела. Тем не менее, опять же, определенной степени зрелости она должна достичь. Иначе мы можем получить неприятные сюрпризы. Следующее. Подгнившие и поврежденные ягоды также могут дать в дальнейшем горечь. В одном из роликов, где я показывала, как мы делаем вино, как мы сидим там, ягодки перебираем, кто-то писал, хо, смешно. Ну, вам смешно, нам не смешно. Зато у нас нет потом проблем с горечью. Или еще пример, тоже, как там кто-то сбросил ролик, как делают вино, по-моему, в Молдове. Я сейчас могу ошибаться с такой подписью, что вот посмотрите, как там делают, может, не надо мешать вино быть вином. Там берется дробилка, причем дробилка валы там вроде из пластика или еще чего-то другого. А стенки это дерево, и понимаете, оно уже такое то ли подгнившее, то ли закоревшее. Вот я помню, что у дедушки в деревне кормушка для птиц, вот она была примерно такая, вот какая-то закоревшая. И туда сбрасываются ягоды, там и гнилые, какие угодно, все вместе вот так вот сбрасывается. Ну, если кто-то считает, что вот это вино, пожалуйста, как бы ваше право. Но опять же, потом не задавайте вопросы, а почему у меня что-то пошло не так. Там горечь может появиться на раз и два, и опять же, не только горечь, но еще много-много чего. Потому что гнили, много чего могут провоцировать в вине, но это отдельный большой разговор. Химия, вина, она вообще, это отдельная наука. Мы сегодня не будем на этом останавливаться, но повторяю еще раз, что гнилые ягоды могут спровоцировать горечь в вине. Теперь переходим ко второй части. Это то, как мы делали, наше вино. И здесь важно понимать, что если мы придерживались винных технологий, если мы понимаем процессы, которые происходят в вине, то в большинстве случаев горечь нас не коснется. Конечно, всегда бывают исключения, и всегда, как бы мы не подстраховывались, что-то может пойти не так. Но это скорее исключение. Если же вы делаете вино по рецепту брата, свата, бабушки, дедушки, кого-то там, у кого 10 поколений делало вино, при этом добавляем воду, добавляем сахар, и не понимаем вообще процессов, то там может быть все, что угодно, и не только горечь. Но сейчас разберем эти моменты чуть подробнее. Первое. Добавление воды. Да, добавление воды может спровоцировать горечь. Смотрите, мы ведь используем не дистиллированную воду. Да, мы используем воду из-под крана, а то еще из колодца. А там, ну, вода – это условное название. На самом деле это химический раствор различных элементов. И эти элементы могут соединяться с химическими веществами вина, и там может быть абсолютно любой сюрприз, в том числе и горечь. Жесткая вода может спровоцировать горечь. Если мы используем колодежную воду, а еще у нас там, например, шли дожди, рядом поле, колодец не очень глубокий, опять же, там у вас химический раствор. Там куча-куча всего, и то, как оно прореагирует с тем, что находится виноград, ну, одному всевышнему известно. То есть горечь тут вполне может появиться. И добавление воды будет тому причиной. Сюда же, в принципе, пойдет и добавление сахара, но о нем, о его действии мы поговорим чуть-чуть позже. Следующий момент – это способ переработки винограда. То, как мы его дробим и то, как мы его сбраживаем. Смотрите, здесь часто можно услышать, что поврежденные косточки дают горечь. В теории, да, действительно так и есть. Если мы косточку раздробим, выделяются масла, которые взаимодействуют с кислородом и начинают прогоркать, давать горечь. Но на практике, честно, я не знаю, что надо сделать, чтобы эту самую косточку раздробить. Даже если вы используете строительный миксер, хотя я категорически не рекомендую это делать, но он не подробит косточку. Даже блендер погружной, в котором нож создан, чтобы резать все и измельчать, он не дробит косточку. Но опять же повторю, что ничего невозможного нет. Возможно, какие-то мясорубки, да, кто-то использует еще что-то. Да, в теорию косточку могут повредить, и тогда мы можем столкнуться с горечью. Поэтому как причину можно рассматривать, но повторю еще раз, что маловероятно. А вот если мы перерабатываем наш виноград с грибнями, опять же мы его не перебираем, да, зачем мешать ему быть вином с грибнями зелеными. А если там еще листья попадаются, то, пожалуйста, это прямой путь горечи. Потому что вот эти вот зеленые гребни, зеленые листья выделяют определенные вещества. В иностранной литературе их так и называют листовые альдегиды и спирты. И они могут стать причиной горечи. Поэтому, опять же, анализируем, смотрим, было ли это причиной. Следующий момент будет касаться красных вин, а точнее вин, сделанных по красной технологии с брожением на мезге. Если мы держим на мезге слишком долго, то это также может стать причиной горечи. Особенно если вспомним разговор минут 5 назад, если мы использовали недозревшую ягоду. потому что там еще несозревшие вещества ароматические, ароматические, вяжущие, красящие, вот это вот все, оно недозревшее, и оно может стать причиной горечи. В принципе, вот они, вяжущие вещества, опять же, во всей иностранной литературе говорят о том, что они горькие. Для меня лично, опять же, вспоминаем начало разговора, о восприятии, я не нахожу их горькими, я их нахожу вяжущими, мне неприятно во рту когда-то они, оно стягивает ощущение хромы зеленой, дубовой коры и так далее, но я не чувствую горькими. Тем не менее, литература говорит о том, что они могут горчить, и, соответственно, вы можете их воспринимать как горькие. Поэтому, тут уже у нас как бы две причины взаимосвязанных. Незрелая ягода плюс длительная выдержка на мозге, в принципе, даже и у зрелых ягод может привести к появлению неприятной для вас горчинки. И еще такой момент, опять же, если у нас ягода была, например, недозревшая, повышенная кислотность также может повлиять на горечь. она сама по себе ее не вызовет, но она усилит ощущение горечи вот от этих вот вяжущих веществ, танинов. Ну, в принципе, повышенная кислотность у нас чаще всего будет, когда у нас незрелая ягода. То есть посмотрите, все как взаимосвязанное между собой, одно на другое, на третье, и все приводит к негативным последствиям, если мы не совсем понимаем, что мы делаем. В белых винах, белых суслах, даже если мы их делаем по красному способу, то есть с брожением на мозге, причиной может стать окисление. Что такое окисление? Это процесс соединения веществ, которые находятся в сусле, либо вне, с кислородом. Тогда эти вещества приобретают новые свойства, могут изменять цвет, могут изменять вкус, в том числе и вызывать горечь. И здесь тоже важный момент. Если мы использовали хороший, качественный виноград, если мы придерживались технологии, если мы чисто и аккуратно работали, то даже если окисление и будет, оно будет минимально. Но если мы использовали плохой виноград, подгнивший, вот гнили, они прям очень сильно провоцируют окисление. Там содержатся ферменты, которые являются катализаторами этого процесса. Дальше. Если мы при переработке использовали металлические предметы, у нас там какие-то самодельные дробилки, что-то вот еще, где металл не предназначенный, не пищевой, не инертный, то это тоже может иметь место, потому что ионы металлов, они будут провоцировать окисление, добавление воды туда же. Смотрите, вода может содержать много железа. Вот вам, пожалуйста, провоцируют окисление. Более того, вода может снимать защитные свойства самого сусла. Вот много раз тоже я повторяю, чуть-чуть отвлекусь. Виноград, виноградное сусло и вино это такие уникальные продукты, которые, в принципе, если вот мы используем хорошее все, то можем дальше сильно не вмешиваться, чуть-чуть поддерживать все, и все будет хорошо. Там все само регулируется, там все процессы должны пойти так, как надо. Но если мы вмешиваемся бездомно, вот мы взяли, разбавили водой, потому что Вася сказал, надо, не надо, какая разница. Вот они так всю жизнь сделали, и мы так будем делать. Определенный уровень кислотности, он тоже снижает вероятность окисления. Мы водой разбавили, мы и кислоту эту снизили, и там другие защитные свойства сусла. А мы снизили, ну и, пожалуйста, мы можем получить не только гореч, но абсолютно любой сюрприз. Тут уж как повезет. Красные вина тоже могут окисляться. Они, конечно, больше защищены как раз таки красящими веществами. Но, опять же, вода, гниль, железо, все это тоже может провоцировать окисливы и в красных винах в том числе. Следующая причина, ну, по крайней мере, ее часто можно встретить. Длительная выдержка на осадке. Вот здесь важно понимать, что мы подразумеваем под осадком. Потому что, опять же, в некоторых рецептах под осадком подразумевается то, что вот шкурки, шапка у нас бродила, потом они опали, вот это осадок, и мы еще на нем подержали. В теории, да, может вызвать горечь. Ну, об одной из причин мы уже говорили. Длительная выдержка на мезге, особенно с недозревшей ягодой плюс недозревшей косточкой, она может давать горечь. Кроме того, да, в таком осадке может начать развиваться микробная порча. Ну, чаще всего это произойдет, когда мы использовали некачественный, плохой и порченный виноград. Если же мы сняли вино с мезги, и потом оно у нас дображивало, либо, в принципе, вот оно на мезге отбродило, потом с мезги сняли, и у нас через некоторое время выпал тонкий дрожжевой осадок, то вот его особо бояться не стоит. Хотя, опять же, есть версия, что дрожжи там затухают, туда-сюда, ну, вероятность, опять же, крайне низка, если мы использовали качественно хорошее сырье. И еще такой момент, если мы этот осадок взбалтываем, то это является даже очень хорошим и полезным для вина, когда дрожжи разрушаются, они такие тоже супер микроорганизмы, они выделяют хорошие вещества, которые могут смягчать, улучшать его качество, улучшать его вкус. И чаще всего мы слышим об этом для шампанского, иногда для белых вин, взбалтывание, это будет процесс ботонажа. Но, опять же, в литературе встречается и применение этого приема для красных вин в районе двух-трех месяцев на таких осадках можно держать, взбалтывать, и все там должно быть замечательно. Но при условии, что мы соблюдали все пункты до этого. Добавленный сахар также может стать причиной горечи, особенно если мы вообще не понимаем, что мы делаем, и опять же добавляем его не по необходимости, потому что так сказал кто-то. Сахар – это еда, и еда не только для дрожжей. Если в сусле и так было много сахара, дрожжи его переработали, и в принципе уже ни на что сильно не способны, но в сусле живут еще большое количество микроорганизмов. А мы добавляем сахар поэтапно, в принципе, на последних этапах сахар может спровоцировать остановку брожений, ну и его может покушать кто-то другой. Кто угодно, кто живет в вашем дне. И в итоге может получиться горечь. И последняя причина, она достаточно редкая, но иногда может встретиться, это прогоркание глицерина. Глицерин – это один из побочных продуктов брожения. Больше его образуются при более высоких температурах брожения. И в принципе для вкуса вина это хорошо, ну, сам по себе глицерин хорош, он дает округлость, он придет мягкость вину. Но, опять же, иногда в вине встречаются микроорганизмы, которые с удовольствием этот глицерин поедают, с выделением очень горького и неприятного вещества – акролейна. Ну, я, конечно, никогда в жизни с этим не встречалась. Могу предположить, что если вот такое будет прогоркание, то и горечь там будет не на уровне легкой горчинки, а вот прям такая серьезная. Потому что везде фигурирует, что акролин, он такой достаточно горький, там уже любой даже не сильно склонный к чувству горечи человек это почувствует. И еще, сами по себе дрожжи при брожении могут выделять такое вещество, как тирозол. В определенной концентрации мы его вообще не чувствуем, но если концентрация начнет превышать, скажем так, пороговую, то мы можем ощущать ее как горечь. Некоторые штаммы дрожжей склонны к большей выработке этого самого тирозола. Ну, как бы я упоминаю эту причину, вряд ли вы сильно с ней столкнетесь. И вообще чаще всего она возникает при вторичном брожении, то есть при производстве игристых ве. Как причину можем указать, но я думаю, что вряд ли вы сильно с этим столкнетесь. Ну, а теперь переходим к самой интересной части нашего разговора. Что же нам с этим всем делать? Первое, это убедиться. Вообще горчинка плохая или более-менее нормальная. Я уже вначале сказала, что дайте кому-то попробовать и оцените, как другой человек воспринимает этот вкус. Только не говорите. Потому что если вы скажете, попробуй, нет ли там горчинки, то вероятнее всего, что человек ее обнаружит. Поэтому не говорите, просто услышьте мнение. Дальше проверьте сорта. Если те сорта, из которых вы делали вино, в принципе, склонны к легкой горчинке, то мы тоже принимаем как должное. Горчинка легкая, пикантная, а-ля как у грейпфрута. Все. Оставляем вино в покое, мы понимаем, что, скорее всего, вот такое оно и будет. И для него это норма. Если все-таки мы понимаем, что это не совсем нормально, то анализируем, что и как мы делали, ищем причины. И здесь очень важно понимать, что степень эффективности того или иного способа, о котором мы сейчас будем говорить, напрямую зависит от того, как вы вино делали. Опять же, если делали по рецептам с водой и с сахаром, что-то может немножко помочь. Но это не точно. Понимаете, там, когда нарушено все, нарушено все. Можно попытаться, поэкспериментировать, а вот что-то поможет. Ну, теперь переходим непосредственно к способам. Первое. Если вино красное, мы помним, что, возможно, причина это тонины грубые, жесткие. Можно вино проветрить. Сделать открытую переливку из горла в горло. Когда вино контактирует с воздухом, вот эти танины контактируют с воздухом, вот они окисляются, и в данном случае это будет хорошо. Они становятся более мягкими. В принципе, вы даже можете это попробовать сделать, как в большой бокал. Немножко налили. Нет большого бокала. Налейте в литровую банку немного. Немножко взболтайте и оставьте ее на полчаса-час. Попробуйте. После этого смягчилось, стало меньше горечь. Это уже будет видно. Ну и потом, да, всегда вот. Сейчас будем дальше идти. Пробуйте какое-либо действие, да, какое-либо воздействие на вино на каком-то небольшом объеме. Если работает, переносим на весь остальной. Ну, дабы, как говорится, все не попортить. Так вот, попробовали, работает замечательно. Кроме того, вот эти вот грубые танины, которые могут давать горечь, они со временем тоже смягчаются. Поэтому, если как бы не торопимся выпивать, то можно просто оставить это вино в покое и там через пару месяцев, и десятков месяцев, так или иначе, танины будут смягчаться, горечь это будет уходить, и все с вином будет нормально. Здесь можете, хотите быстро попробовать проветрить, да, не спешите, ну, значит, попробуйте другой способ. И здесь смотрите тоже, чтоб вам ориентир, кроме горечи, будет еще сильно стягивать во рту. Ну, вы это и так поймете. Вот вам причина, вот вам решение. Следующее, и, наверное, это надо было сказать в самом начале. Оцениваем вкус, запах, прозрачность и цвет. В зависимости от этого мы понимаем, пошло ли окисление. Если у нас пошло окисление, могут быть запахи посторонние, могут быть вкусы посторонние, и цвет. У белого вина он пойдет в коричневый, у красного вина тоже в коричневый кирпичный. Красное вино должно быть гранатовое или рубиновое, или такое вот прям фиолетовое. Вот тогда с ним все более-менее хорошо. Если оно пошло в кирпичики, значит это окисление. Можно пробовать исправить оклейкой. Чем оклеивать? Бентонин, желатин, яичный бинок. Любой из этих агентов. Убирайте, оклеивайте. Напоминаю. Пробуем на части вина, смотрим результат. И после этого, если есть эффект, применяем ко всему объему. Если к изменению цвета, запаха, вкуса, вино еще вдобавок мутное становится, оно вроде было уже нормально прозрачно, а тут оно стало мутное, либо в принципе оно очень мутное, а через пару месяцев оно может быть не идеально прозрачно, особенно вино белое, но оно будет такое легкое, полисцирующее. А если оно сильно мутное, еще цвета, может слизь какая-то, все что угодно быть, это говорит еще о микробной порче. И опять же здесь, то, насколько мы сможем исправить, зависит от того, насколько глубоко зашел процесс. В идеале надо попробовать, пастеризовать, чтобы убить всю эту микрофлору плохую, но перед этим желательно оклеить, что все-таки часть вот этого всего осадить, нести на дно, потом пастеризовать. Ролик про пастеризацию я вам под видео оставлю в описании, ну, тогда посмотреть, может быть, как-то вы это дело исправите. Ну, и третий способ, скажем так, это уже не совсем спасти вино, но спасти сырье, это перегонка. Единственное, что я вам не могу точно сказать, например, если это акролин, насколько он там, избавимся от него, либо не избавимся. В любом случае, прежде чем вылить, всегда можно попробовать что-то сделать. Авось сработает. Но, как и в любом другом деле, проблемы, болезни проще избежать, чем излечить. Поэтому, конечно, если вы сегодня столкнулись с такой проблемой, как горечь, пробуйте, пробуйте исправить. Шансы, в общем-то, есть. Руководство я вам дала. И в дальнейшем проанализируйте, что вы делали, что вы делали не так, где и что нужно исправить. И в дальнейшем вы с такой проблемой, я уверена, что вряд ли столкнетесь. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов, награды, наши контакты. До новых встреч!